Более 6000 участников из десятков стран. В начале сентября Владивосток на несколько дней превращается в деловую столицу мира. По традиции на острове Русском открывается Восточный экономический форум. В стартовый день экономического форума в программе значилось событие историко-культурной направленности. В рамках Восточного экономического форума состоялась международная конференция, приуроченная к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Видеообращение к участникам конференции направил председатель Российского исторического общества. Память об общем пути, пройденном нашими народами, служит сегодня прочным фундаментом российско-вьетнамских отношений, развивающихся в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Между Россией и Вьетнамом заключено свыше 80 межгосударственных договоров и межправительственных соглашений, а общий объем товарооборотов в последнее время постоянно растет. Серьезный импульс этому сотрудничеству, безусловно, придал и недавний визит в Вьетнам президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Видеоприветствие участникам конференции также направил сопредседатель Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, отметивший высокие темпы развития сотрудничества России и Вьетнама в сфере науки и высшего образования. Отрадно, что на приглашение к дискуссии откликнулись многие крупные вьетнамские специалисты. Взаимный интерес к истории и культуре России и Вьетнама служит естественным драйвером развития нашего научно-образовательного сотрудничества. Сегодня в российских вузах обучаются порядка трех тысяч вьетнамских студентов. В самой республике Вьетнам уже более 40 лет действует ханойский филиал Института русского языка имени Пушкина. На данный момент мы вместе с вьетнамскими коллегами работаем над межправительственным соглашением по созданию на его основе Пушкинского центра. Пушкинский центр призван стать своего рода хабом российского дополнительного образования, направленного на изучение русского языка во всей Юго-Восточной Азии. Организатором конференции выступило Российское историческое общество в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом и Дальневосточным отделением Российской Академии наук. Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отечества». В последние годы во многих государствах по всему миру растет запрос на переход к новой, более справедливой системе международных отношений. Это стремление основано на принципах равенства и взаимного уважения, желания сотрудничать и развиваться бок о бок. Естественным продолжением этого глобального тренда является и растущий интерес к истории и культуре других стран. Народы Россия и Вьетнама объединяют не только общие исторические сюжеты, но и бережное отношение к своему прошлому, понимание важности сохранения национальной памяти и защиты своих традиционных ценностей. Богатейшее историко-культурное наследие двух стран сформировало надежную базу для совместных исследований и просветительской работы. Уже в шестой раз Российское историческое общество организовывает на полях Восточного экономического форума научные дискуссии, посвященные истории и разным этапам сотрудничества России со странами Азии. И этот год не стал исключением. Вьетнам и Россию соединяются длительные отношения сотрудничества, основанные еще на сотрудничестве между Советским Союзом и Вьетнамом. Отношения Вьетнама и России это богатое наследие и начинаются они еще с того момента, когда вождь вьетнамского народа Хо Ши Мин, также известный под именем Гуэ Най Кок, на пути спасения Родины приехал в Советский Союз в 1923 году. В конференции приняли участие российские преподаватели, ученые-историки и представители иностранных государств. Между нашими странами хорошее отношение. И я верю, что в будущем обязательно такое отношение хорошо развивается. И особенно в нашем области это образование. Как вы знали, что между ДВФУ и вузами, с вузами Вьетнама. Мы уже подписали, договорили о некоторых проектах и уже есть некоторые результаты. Нам надо помогать друг другу вместе развивать. Там же на площадках Восточного экономического форума открылась небольшая историко-документальная выставка об основных этапах национально-освободительной войны Вьетнама. Служба информации фонда История Отечества.